Смарт-браслеты. Достаточно актуальная по современным меркам тема. Многие приобретают данное устройство, чтобы следить за своими показателями, поддерживать свою физическую форму для облегчения некоторых ежедневных функций и в качестве интересной игрушки, которая может приносить пользу. Я не относился ни к какому из этих классов, но все же решил попробовать на себе это устройство. В первую очередь меня интересовала возможность следить за уровнем температуры и пульса, что наиболее актуально на сегодняшний день. Какое-либо качество меня не интересовало вовсе, поэтому смотреть на образцы известных брендов я не стал и заказал себе с Алиэкспресс самый дешевый вариант всего за 700 рублей. Устройство пришло вот в такой зеленой коробке с большой надписью Smart Brasslet Pro. В данном случае подразумевается, что это My Band 4 от Xiaomi, но правда эта версия не от данной фирмы. Остальная информация на коробке вполне стандартная и соответствует реальным характеристикам устройства, за исключением двух параметров. Во-первых, здесь сказано, что браслет способен проработать в активном режиме до недели. На самом же деле это не так. Аккумулятора здесь хватит разве что на трое суток непостоянной работы. В режиме ожидания он, конечно, может пролежать значительно дольше. Также смущает наличие влагозащиты IP67, что вряд ли является правдой. Устройство сделано вроде бы и плотно, но если заглянуть под экран, можно видеть довольно большую щель. Не знаю, возможно она достаточно герметична, проверять не стану, но как-то я случайным образом помыл руки вместе с браслетом и работоспособность он не потерял. Внутри коробки можно найти сам браслет, ремешок на руку, переходник зарядника и инструкцию по эксплуатации. Включается устройство удержанием единственной функциональной сенсорной клавиши в течении трех секунд. И не пугайтесь, если устройство не включится, в процессе доставки оно могло разрядиться в ноль. Так что берем переходник, вставляем в него браслет и подключаем к любому USB устройству. Данный способ зарядки очень непрактично заставляет каждый раз вынимать браслет из ремешка. После того, как браслет включится, кратким касанием сенсора можно пробежаться по меню. Здесь есть стартовый экран, показывающий основные данные, время, дату, заряд и пройденное расстояние. В меню State можно также узнать пройденное расстояние в километрах. Точность данного показателя зависит от данных, которые вы введете в своем смартфоне. В меню BPM – обычный сканер пульса. Темп – кратко от температуры. В меню Sports можно указать конкретные выполняемые в данный момент вами действия. В Message можно посмотреть сообщения, приходящие на смартфон как от мобильного оператора, так и из соцсетей. В меню More открываются дополнительные функции браслета. Такие как активация экрана при повороте браслета к лицу, разблокировка экрана смартфона, смена темы и возможность посмотреть штрих-кода для поиска необходимого приложения на смартфоне. Чего нам и необходимо сделать. Штрих-код можно встретить еще и на инструкции. Главное – воспользоваться любым удобным сканером, который вас вытянет сразу на страницу скачивания приложения FitPro. Впрочем, найти его можно и в Play Маркете. Включаем Bluetooth, заходим в меню устройства и активируем поиск и подключение устройства. У меня он отображается как LH716. Довольно странное название, тем более, что первоначально он зачислился как MyBand 4. Выбираем его, и смартфон автоматически подключается к браслету. Теперь пришла пора настроить систему под себя, чтобы устройство могло наиболее точно считывать все показания организма. Для начала заходим в меню «Профиль». И здесь в профиле пользователя вводим ваши основные данные. Рост, вес и какое количество шагов в день вы хотите преодолеть. У меня стандартно выходит более 10 тысяч шагов. Меню «Спортс» позволяет настроить способ преодоления дистанции пешком, бегом или на велосипеде, а также измерить преодоленные вами расстояния при активации данной функции. В меню устройства можно настроить полезные функции браслета, такие как активация экрана браслета при поднятии руки, что довольно удобно, в оперативном случае придется прикасаться к функциональной клавише. В случае потери браслета можно активировать функцию поиска. Устройство отзовется виброактивностью. Здесь же можно сделать снимок на камеру вашего смартфона простым поворотом браслета. На самом деле функция бесполезна. Также здесь можно настроить сообщения каких приложений будут отображаться на браслете. В главном меню отображаются все основные показатели жизнедеятельности. Пройденное расстояние, потраченные калории, показатели тела, температура, пульс и состояние сна. Здесь же можно отмечать здоровые привычки, чтобы в течение времени видеть результат своей деятельности. Вот такой функционал содержит данный браслет. В этом варианте нет возможности проигрывать музыку или производить бесконтактную оплату. Но надо ли оно вообще? Что же касается точности считывания данных, то тут трудно сказать. Хотя, в общем-то, показатели пульса близки к реальному состоянию, а вот температура здесь измеряется весьма условно. Браслет не врет, но на показатели сказывает состояние внешних факторов. Погода, температура воздуха, темп движения. В общем, рука не лучшее место для считывания данного показателя. Если просто сидеть в помещении, датчик считает показатели относительно точно, но на улице данные будут гарантированно на 1,5-2 градуса ниже нормы. Ну а на этом у меня все.